Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих! С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. И сегодня мы с вами, в общем-то, рассмотрим ещё один мой роман, ещё одна презентация. Я отобрал два романа, как вы можете заметить. Один самый фантастический, другой самый нефантастический. Так вот, Вселенная Омега. Тысячеспиральная галактика. Это первая книга из очень большой серии, которая посвящена Вселенной Омега. Как раз это Вселенная, созданная мной как раз. Одна из многих Вселенных, созданных мной. Это первая книжка как раз в цикле произведений про Вселенную Омега. Всё начинается с того, что корабль Смок номер 956 СМОК отправляется в путешествие, в общем-то, в эту самую Вселенную Омега. Для того, чтобы отыскать некого Капеллу. Да, его отправляют, в общем-то, создатели. Это создатели, ну, с одной стороны, считается, что они создатели Вселенной. Но мы выясним многое в том плане. Это очень фантастическое произведение, которое повествует нам о мире, в котором вообще нет людей. В этом произведении нет ни одного человека. Все выглядят как инопланетяне. У всех абсолютно разные характеры. И все абсолютно различаются. Отличаются друг от друга. Вот, например, у нас роботы. Сначала роботы. Роботы в корабле. И роботы хотят найти очень сильную команду, которая бы смогла справиться с этой задачей. И найти вот этого вот великого, сильного, могущественного Капеллу. И что же? Что же, что же? И кого они находят первым? Первым? Смотрите, какие роботы. Печка. Печка. Такая печка. Она ходит, и она может еду внутри себя готовить. Реально крутой робот, который может создавать бесконечное количество хавчика. Это замечательный робот. Это робот-мумик. Он убирается. У каждого робота, кстати, свой характер, свой язык и так далее, и так далее, и так далее. Все качественно, все хорошо. Но кого они находят? Они находят персонажа, которого зовут Андалогос. Это существо с невероятным уровнем регенерации. У него нет головы, у него, в общем-то, две руки такие длинные, с тремя пальцами, на которых когти находятся. И ноги. Ноги похожи тоже на человеческие. Две ноги, но в коленях они имеют, в общем-то, две пары коленей. Одна спереди, другая сзади, что позволяет совершать ему просто колоссальные прыжки. Андалогос, невероятный хищник. У него на животе расположен громадный рот. И он, в общем-то, любит очень сильно кусаться. У него язык длинный тоже, которым он может ранить противника. В общем, это невероятный злой хищник. И он очень силен. Он невероятно силен, поэтому его хотят взять в команду. На протяжении первого романа как раз и будет собираться вот эта вот первая команда в тысяче спиральной галактике. Вы же знаете, что наша галактика имеет вот буквально... Это одна спираль, так скажем. Ну, там они все в одной. Но тысяча спиральная галактика это тысяча спиральных, в общем-то, галактик, которые соединены вместе и вращаются вокруг в едином механизме. И эта галактика очень-очень-очень разнообразна. В ней существуют планеты, которые имеют разные формы. Ничего только, в общем, не существует. Это произведение... Это образец. Это образец фантастики настоящей. Какая она должна быть. То, на что должно рассчитывать вот эта вот фантастика, вот оно. Например, почему, кстати, антологас? Что за антологас? Да потому, что он придерживается антологических взглядов. Его основная проблема это антологический поиск. Он ищет, в общем-то, проблемы бытия. Он разбирает, почему он существует. Это его главный вопрос. Несмотря на то, что он хищник, несмотря на то, что он злой, он при этом довольно-таки интеллектуален. Как и все остальные персонажи этого романа. В общем-то, я действительно очень рекомендую этот роман всем любителям фантастики, всем любителям философских произведений. Потому что вся вот эта вот серия, она складывается в итоге в нечто колоссальное, в нечто невероятное. И когда вы прочитаете все это, ну, я думаю, вы будете в восторге. Вы получите интеллектуальное удовольствие, удовольствие для вашего воображения. Непосредственно пользу огромную получите для вашей способности воображения. Очень-очень рекомендую. Восьмикратно с вами прощаюсь. И желаю понимания. Читайте хорошие книги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok